Я накупила кучу всего на маркетплейсах, получила огромное количество удовольствия и сегодня мы с вами разберемся, почему же мы постоянно зависаем на этих Озонах и Валберсах. Всем привет, меня зовут Мирослава Леви и я готовлю ребят к ОГЭ по биологии в онлайн-школе Вебиум. Давайте разберем, а вообще, почему мы получаем такое удовольствие, почему, наоборот, мы сильно расстраиваемся, когда доставка задерживается и похожа ли эта зависимость на наркотическую или алкогольную. Наркотики зло. А если все-таки это зависимость, то как ей противостоять, как не заказывать чехол для чехла, как не заказывать всякую ерунду на полочке, на скатерти, на все-все-все подряд, да, что делать конкретно пошагово, чтобы не поддаваться этим искушениям. Если набираем 500 лайков, то я все это раскрою и буду обозревать. Даже давайте 499. Начнем с того, что происходит внутри нашего головного мозга, какие зоны активируются и за что они отвечают. Как наш мозг совершает покупки? Ученые из Стэнфорда выяснили благодаря сканеру МРТ, которые сканируют разные зоны мозга, какие же эти зоны активируются во время разных стадий покупки. Всего стадий можно выделить 3. На первом этапе участникам показывали саму покупку, на втором показывали цену, а на третьем надо было либо согласиться, либо отказаться от этой покупки. Оказалось, что в процессе покупок у нас важные роли играют 3 зоны внутри головного мозга. Это медиальная предфронтальная кора, островковая кора и прилежащее ядро. По уровню их активности на МРТ можно было понять, купит ли человек эту вещь или не купит. Если человеку нравилось то, что ему предлагают, то у него активировалось прилежащее ядро. Это центр удовольствия, центр эмоций, желания. Логично, что оно активируется, когда человек хочет это купить. Как раз-таки там выделяется огромное количество нейромедиатора дофамина. Это специальные химические вещества, которые выделяются внутри наших нервных клеток и за что-то отвечают. Например, дофамин чаще всего отвечает за мотивацию, за желание. Вот это чувство того, что вы хотите. Вот это чувство, когда вы ждете, ждете. Вот сегодня пришла эта посылочка, я схожу, заберу ее, накрашусь, буду красивой. Вот у вас выделяется огромное количество дофамина. На этапах показывания цены у нас активируется медиальная префронтальная кора. Она как раз-таки отвечает за мотивацию, за побуждение. При обширных повреждениях этой коры человек становится медлительный, безучастный, апатичный. То есть он, по сути, не может сделать выбор. Если человек решил не покупать, это у него активируется островковая кора. Она как раз-таки участвует за принятие сложных социальных решений. Если человек решил что-то не делать, например, не покупать что-то, она как раз-таки подсвечивается на МРТ. Конечно, когда мы покупаем большое количество вещей, все-таки наш мозг, ну и мы сами чувствуем вину за это. Потому что вроде бы у нас все есть. Вроде бы зачем мне такое большое количество вещей? Но они так сильно нас радуют. И поэтому как раз-таки всякие скидки, черные пятницы, низкие цены или там один плюс один, они понижают наше чувство вины, потому что мы думаем, ну раз это недорого стоит, раз это по скидочке, то не так уж плохо, что я это купила. Конечно, покупать все подряд в черной пятнице, это ну не совсем рационально. Разные необдуманные покупки могут просто валяться и пылиться в углу. Поэтому я предлагаю тебе вложиться в свои знания. И приобрести то, чем реально ты будешь пользоваться, те знания, которые тебе пригодятся в жизни. Записывайся ко мне на курс по подготовке к ОГЭ по биологии. Там будут классные занятия, там будет много всего интересного. А самое главное, ты не будешь чувствовать вину за это. Потому что это полезно, круто и тебе пригодится в будущем. А если ты не в девятом классе, а в десятом или одиннадцатом, у нас в онлайн-школе Вебиум есть подготовка к ЕГЭ по всем предметам. Обязательно переходи по ссылочке в описании. Ну окей, мы с вами разобрались, какие зоны мозга отвечают за покупку. А почему нам хочется покупать все больше и больше? Вообще наш мозг не такой логичный, как вам кажется. И он достаточно импульсивный. Как установил когнитивный психолог Сэмюэл Макклю, внутри нашего головного мозга, если активируется прилижайшее ядро, кстати, о нем мы уже с вами говорили, то мозг склонен поступать импульсивно. По сути, получать очень краткосрочное и быстрое удовольствие как раз за счет выделения большого количества дофамина. Если же доминирует дорсально-латеральная область префронтальной коры, то человек выберет что-то большее, но отсроченное во времени вознаграждение. На то, какая область работает активнее у человека, может повлиять огромное количество факторов от генетической предрасположенности до финансового уровня. Как именно можно переключать это внутри нашего головного мозга, к сожалению, ученые еще не выяснили. Еще одна интересная тема. А вообще, как наш мозг понимает, выгодно ли это покупка? Хороша ли это скидка? Вообще, нужно ли нам это покупать? Сейчас в этом разберемся. Умение мозга определять адекватность цены используется в нейромаркетинге, так называемое нейропредсказание. Как раз-таки в высшей школе экономики в Москве изучала очень интересный метод определения адекватности цены. Это такой своеобразный маркер, который показывается на энцефалограмме. Энцефалограмма снимает электрические импульсы с нашего головного мозга. И этот маркер, он подскакивает, если нашему мозгу кажется, что цена неадекватная, и мы как бы с ней не согласны. Он появляется через 400 миллисекунд, когда человек нашел где-то несостыковку, где он с чем-то не согласен, или увидел какую-то неприличную цену. Например, поводом для подскакивания этого маркера может служить какой-нибудь абсурд или какая-то огромная цена. Например, там iPhone за 500 тысяч рублей. Как раз-таки в высшей школе экономики проводила эксперимент, на котором показывала испытуемым разные цены. Оптимальной ценой оказалась именно та, на которой этот маркер N400 просто исчезал. А как у нас формируется вообще зависимость? У зависимости есть химическое основание внутри нашего головного мозга. Все, что мы делаем, все, что вокруг нас происходит, из-за этого у нас выделяются те самые нейромедиаторы внутри нервных клеток. Если мы сами прыгаем, прыгаем с парашюта, постепенно наш мозг меньше удивляется. И поэтому, если мозг меньше удивляется, человек такой, а я хочу еще экстремальнее, я хочу полететь в космос. Ну, по сути, то же самое и происходит во время, например, наших покупок. Купили мы, например, что-нибудь одно, да, получили дозу дофамина, дозу других приятных нейромедиаторов. Но потом, после покупки такого же чего-то, мы такие, ну, не так уж приятно. Хочется больше, больше, больше или чаще для того, чтобы наш мозг получал свою дозу этих самых нейромедиаторов. Точно так же это связано с нашей тревожностью. Если мы тревожимся из-за экзаменов, из-за школы, из-за чего-то, при, там, покупке, да, у нас выделяются наши любимые нейромедиаторы, дофамин, которые нас успокаивают, нас становится легче, и наша тревожность падает. И когда эта тревожность у нас снова поднимается, мы такие, ой-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, что-то хочется сделать, что-то хочется купить, надо зайти на Азон или на Ватбурж, что-нибудь купить, чтобы нам просто стало легче. А можно ли вообще сравнивать нашу зависимость от покупочек, от маркетплейса с алкогольной или наркотической зависимостью? Наркотики зло. Ну, скорее нет, потому что во время принятия алкоголя и наркотиков у нас происходит изменение сознания, и эти вещества, они нарушают работу наших нейронов. Они напрямую влияют на то, что просто наш мозг потихонечку внутри умирает. Всё-таки пока покупочки к этому не приводят. Но не забываем, что есть такое понятие, как шапоголизм, то есть это действительно официальное психологическое заболевание, и если у человека уже шапоголизм, конечно же, мы можем уже это сравнить с серьёзной зависимостью, из-за которой нужно пойти к врачу. Ну, а наша замечательная преподавательница по обществознанию Валерия расскажет вам, как же всё-таки меньше покупать и меньше тратиться. Привет! Меня зовут Валерия Ергерс, я преподавательница по обществознанию в онлайн-школе Вебио. И сейчас я расскажу вам, как в период ажиотажа чёртной пятницы не разориться, а наоборот приобрести максимальную пользу. Я вам расскажу 5 лайфхаков, основанных на теории рационального поведения потребителя. Погнали! Первое. Составьте список покупок заранее. Таким образом, вы будете ориентироваться не на цену товара, которая, конечно, будет занижена в чёртной пятнице, но на нужность и полезность. То есть вы заранее составляете список. Так, например, мне нужны резинки, новый чехол для телефона, тапочки. Вы себе составляете картину или, например, отмечаете вызбранное, а уже непосредственно в чёрную пятницу смотрите действительно на цену. Но при этом очень важно, когда вы составили заранее себе картину или добавили вызбранное. Заскрините это. Почему это важно? Важно будет потом сравнить те прошлые цены с ценами в чёрную пятницу, чтобы понять, действительно ли цены снизились или это был маркетинг. И ещё такое. Немножечко от меня поделюсь своим опытом. Я люблю, когда между периодом добавления в избранное, добавлением в картину и непосредственно покупкой есть какой-то определённый промежуток времени. Желательно, чтобы это был день. Ну вот, например, захожу я на какой-то магазин и выбираю всё, что мне нравится. Тогда добавляю это в избранное. Проходит, например, день. Я захожу обратно, смотрю, возможно, мне уже в полтора раза нравилось, да, убираю из избранного. Но уже через пару часов непосредственно добавляю в казино, смотрю, ещё раз сверяю, действительно ли мне это нужно и только потом покупаю. Потому что, если вы будете добавлять в избранное и сразу покупать, это будет напоминать импульсивные покупки. Хотя и такие тоже иногда бывают полезные. Второе. Оцените потенциальные последствия вашей покупки. Дело в том, что купить крысиные тапочки может быть чудесной идеей. Но как только вы начинаете больше думать об этих крысиных тапочках, например, вы вспоминаете, так, у меня есть ещё тапочки с акулой, есть ещё тапочки с дельфинами, есть ещё тапочки-зайчики, да. Сейчас ещё будут тапочки крысиные. Насколько часто я буду надевать именно крысиные тапочки? Я такое люблю особенно проворачивать с одеждой, потому что у меня самая главная проблема с захламлением именно одежды. Причина в том, что я очень много чего добавляю в избранное, но не думаю наперёд. То есть я просто вижу классная юбка, такая красивая или классная футболка, она мне супер подходит, мой стиль, да, хорошее качество, хорошая цена, но как только мне приходит эта оденда, я понимаю, что мне её просто не с чем носить. Да? Именно поэтому теперь, когда я делаю покупку, я смотрю на эту кофту и думаю, так, а с чем я смогу её надеть? Есть ли какие-то вещи в моём гардеробе, которые подойдут именно к этой кофте? Третий, довольно очевидный совет, но сравнивается цены в разных маркетплейсах. Понятное дело, это занимает намного больше времени, но тем не менее, смотрите на зоне Яндекс Маркетис, Бер Мега Маркет, Вайл Березда, сравнивайте всё, делайте скрины, где-то может быть больше скидок, больше бонусов, какого-нибудь кэшбэка, поэтому обращайте на это внимание. Четвёртый, такой самый, наверное, глобальный лайфхак, это установите заранее бюджет. Первое, это означает, что вообще желательно, чтобы у вас в целом был бюджет, чтобы вы ввели свой бюджет, чтобы у вас каждый месяц, например, был бюджет на ноябрь. И есть колонка дохода, есть колонка расхода. И я лично для себя всегда делаю отдельную колонку. Я её называю для себя, или подарки другим. Это такая колонка, которая не фиксирована, это статья, не фиксирована, она может меняться от месяца к месяцу, и поскольку вы знаете, что чёртная пятница в ноябре, вы можете заранее себе эту колоночку, эту статью написать, и самое главное, заранее определить сумму, которую вы готовы и можете потратить. Ну, например, скажем, пять тысяч, да, пять тысяч максимум, больше пяти тысяч потратить вы в этот день не можете, это очень здраво и позволяет трезво оценить нужность, опять-таки, потому что можно набрать много всего, но как только вы превышаете лимит пяти тысяч, в данном мире уже шесть тысяч, у вас начинается торг, так что мне действительно из этого нужнее, и таким образом вы приобретаете то, что действительно вам нужно. Ну и напоследок, совет, что же конкретно можно купить в чёрную пятницу? Мне кажется, есть два типа самых рациональных покупок в этот период. Первый, это покупки крупные, например, у вас сломался телефон, а вам нужен новый телефон, хотите купить телевизор, вам нужен ноутбук, планшет, ну и так далее. Ну и скидки на технику это намного приятнее, чем скидки, скажем, на резину какую-нибудь, да, там они, как правило, существеннее. Ну и второе, это подарки. Конкретно подарки на Новый год. Да, пока все остальные будут покупать подарки в конце декабря, когда, конечно же, будет высокий спрос новогодней подарки, из-за этого поднимется цена, вы будете умнее и купите подарки заранее. Вот такая подборочка советов получилась от меня. Я вам желаю чудесного, продуктивного и прекрасного штуки. Я напоминаю, что если мы с вами наберем под этим видео 499 лайков, я буду обозревать все покупочки, которые я купила. Я напоминаю, что все эти покупочки, они связаны с биологией. И напоследок, британские ученые выяснили, что в среднем одна корзина на Валдберрис стоит столько же, как наш курс за месяц. Поэтому, ну, вы знаете, что делать. Чтобы вы не чувствовали вину и не чувствовали тревожность, у нас есть для вас скидочка. Обязательно ее применяйте по ссылочке в описании. В следующем видео расскажу, сколько все это стоит, а пока вы напишите в комментариях, что сейчас у вас лежит в корзине на Валдберрис или на Озоне и сколько всего эта корзина вообще стоит. Ну что, всем пока, всех целую, мы с вами встретимся в новом видео.